Ну раз в две недели, не чаще, к сожалению, потому что очень занят, видосы чаще сейчас снимать не могу. Не то, что там было летом, мог по три раза задненько, как говорится, сейчас у меня либидо гораздо ниже. По поводу очков, сварка, я сварными работами занимался, к сожалению, там конструкции металлические, сами понимаете, там строительство, архитектура у меня выжигала всю светчатку, все глаза, я вчера проснулся ночью, но и так бессонница чудовищная, весь в слезах, глаза болят, в общем, поэтому будем так. Ну и главное, что пола все-таки у нас присутствует, Хьюго Босс, Ральф Лорен, соответственно, оригинал. Блин, вот у меня до сих пор, я мучаюсь, страдаю, нет девушки, вот до сих пор, вы понимаете, и ни одна подписчица, по сути, вот так вот, чтобы конкретно не пригласила меня, не проявила первую инициативу, на отношения, но зато у нас была прогулка, это уже хорошо с одной из подписчиц, но как бы дальше продолжаются все-таки поиски, примагничивание, отмагничивание, но пока вот приходится мне без девушки мышц оставать. В отличие от, во-первых, нашего любимого нефтемагната, мальчику, 19 лет было на тот момент, насколько я понимаю, привет тебе, тоже он из Екатеринбурга, кстати, девочка, не странно то, что у нашего Даниила, его Даниил зовут, на тот момент было там в районе 150 подписчиков, нашла его на проголосторах ютуба, влюбилась в него и еще и пригласила к себе на лишение листвой, и сама при этом была листвой, но это же идеально, особенно для людей с ретроспективной ревностью. Значит, и точно такой же пример, а можно даже сказать, что на порядок выше, ну почему на порядок выше, рост и размер члена никакого вообще отношения не имеет, не нужно комплексовать по этому поводу, не важно, у тебя там 150 сантиметров или 195 сантиметров, ты в любом случае сможешь найти девушку твоего же роста или ниже, чем ты, что вот даже лучше будет. То есть 145 сантиметровую, я думаю, без проблем можно намутить даже кому правильно, социофобу. Значит, история следующая, нефтемагнат мы уже разъяснили, выяснили, сейчас вот он, поскольку это была все-таки любовь на расстоянии, девочка находится там где-нибудь, он может быть в какой-нибудь там Казани или Казантипе, а Даниил еще раз Екатеринбург. Ну да, они там состыковались, летом был у них стык хорошенький там, и после этого пришлось обратно отринуть от дамы, и вот сейчас Даниил мучается, страдает у него там проблемы с работой, или вот как у меня проблемы с потенцией, сами понимаете, из-за стрессы, но ничего страшного, это все тоже хрень, кто сказал, что потенция должна все время быть. Вот, тем более в резине. Ладно, это дальше. И это вообще мученик судьбы, все, у меня уже ничего, не либиды и так далее, побочки от таблеток. Кстати, про видосы, вот анонсы видосов, не забываем. Сейчас дальше мы пройдем уже про приморского лентяя, потому что, ну, история, ну, понятное дело, что настолько перекликается, вот им везет, везунчики, любимчики судьбы. А у меня пока вот такая вот ужасная ситуация. И, кстати, социофоб уже тоже очень сильно повезло, у него была не только девушка, у него прям в масштабе женитьбы была ситуация, что он был уже женат, понимаете? И девушка, и он вместе лишились вот этой вот самой ситуации. Ну, это просто идеальная история, вот. Почему-то ребята это не ценят, это не ценят. Для них это фильм, а социофоб дошел до того, что он вообще в каждом видео говорит, что у него ничего и не было. Ну, это с ума, это вот модное слово обесценивание, до такой степени обесценить весь кайф, который был у тебя в жизни, как будто его и не было, ты забыл про него, что ли? Что если есть прошлое, значит, это не считается, не имеет никакого значения? Ужасно, ужасно, действительно, ладно, все, сбиваемся. Анонсы следующих видосов, как я и обещал, кто шорсы мои смотрел, там, обзор на бабушку, на бабушку куриную квартиру, я добирался до Эльмаша, хотя живу на Уктусе, зачем? В автосалон, ну, автосалоны обманывают, ну, сами понимаете, что уже машина там для курьерства, кто смотрел предыдущее видео про курьерство, кстати, с того момента ни одного перехода по ссылке и ни одной регистрации, то есть идиотов очень мало, которые хотят работать в Яндекс.Иде, но это отвратительно. Я все равно ссылку на регистрацию в Яндекс.Иде сейчас, это 16 лет, оставляю в описании, чтобы вы регистрировались и устраивались через меня, чтобы я вас коучил, как меньше работать и больше зарабатывать в Яндексе. Ну, нам надо, понимаете, взаимопомощь, взаимопомощь должна присутствовать, потому что я все-таки инвалид, 17-я группа и так далее, что у меня, и, в общем-то, ну, сами понимаете, за всю историю канала всего лишь два доната было, и от одного и того же легендарного человека. Ну, это же издевательство, что форменное, там, неформенное издевательство, что фирменное, может быть. Ладно, история про то, как я протопал в этот автосалон. Ну, вы помните, я видос вам на Яндексе выкатил, полуторачасовой, в котором рассказывал, что там папа вот Волгу 3102 не хочет, чтобы у меня была что-то огромная машина, ему это не нравится, что семерочка, а у нас бензин, не бензин, воруют, не воруют, салоны, автосалоны обманывают постоянно, ну, вы все прекрасно понимаете. Потом эти театры. В театрах там у нас мужик 45-летний, который притворяется 35-летним. А вот эта вот история не похожа ли на историю с кем? С чуваком, который съел недавно, к сожалению, но мы молимся за него, и тоже вот он страдает, но он опять же, он почему страдает? Потому что, опять же, обесценивает весь кайф, который был у него получен в жизни. Вот он хотел заняться кексом с мелкой девочкой, получить энергию, у него Ксюша была. До этого у него была одна жена, не знаю, моложе наверняка его, потом следующая жена, которая значительно моложе его была после этой жены, Ксюша еще раз, то есть он все время занимается кексом и говорит, что у меня нет кекса, я страдаю, мучаюсь, яйца горят. Но на самом-то деле он пифик, кто постоянно занимается кексом, и нас дурит, и собирается нас в донаты, а вот у меня донатов нет, потому что я говорю правду. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду, как говорили на канале покойного, но я сейчас не могу говорить, потому что все-таки иностранные агенты и так далее, что меня засудят, ФСБ не дремлет. Соответственно, едем дальше, вот у меня постоянно путаницы эти, вот этот мужик 45-летний в театре, там вообще так тяжело, он клеится, у меня муки, страдания, у меня ревность уже не ретроспективная, вроде наплевать было на девушку, он там начал клеиться, заклеиваться, выклеиваться, покормить и покатать, как говорится, там и бумер, и бицепсы, и все, я же тоже, у меня муки-муки, у него там каракуль, шуба-каракуль, а у меня что, у меня что. Ну и соответственно, отсюда тоже там такие заварушки неприятные происходят, ну про театр, я как обещал, про побочки, про этих таблеток, все это будет, про автосалон, никакой машины, все, ну там этот автосалон, ну в дальнейшем все это будет выложено, потому что Яндекс всегда пешком, нет, на велосипеде скользко можно разбиться, умереть в очередной раз, а мне это зачем, смертельную аварию, лучше уж на машине. Ну все, соответственно, едем дальше, кстати, меня один раз занесло на 180 км в час, на 180 км в час меня занесло, потому что я и хреначил на каршеринге, нет, даже на 185, наверное, потому что я хотел максималку из Соляриса выжить, а если с горки качишься на прямой дороге, как там и было, то, в общем-то, гипотетически можно достичь и данной скорости. В общем, 180-185, а там разболтовка, там вот так вот все шарахло, развал скользления, развал нескользления, руль направо, а тебя налево катит. И вот воспользовался ситуацией, что называется, руль вправо, я налево, там еще у меня мальчик справа сидит, давай это вот так вот выкручивать, он испугался, и мне пришлось вот на такой огромной скорости, нормально, все, выехали, там ни одного трупа, спас две жизни, к сожалению, свою в том числе, и все нормально, поехали дальше, все, хватит. Протято вот, все это будет больше. И теперь еще один вот любимчик судьбы, вот он не ценит, вот это вот давайте, вот это хоть это модное такое заезженное слово, обесцениваемое, обесцениваемое, вот чувак, еще раз, рост значения не имеет, но ебать, у него, он неоднократно говорил в видосах, наш приморский лентяй, что ростик-то у него больше 190 см, вот у меня есть такие друзья, они еще при этом качки, но это тоже грузчиком работает, грузчик-грузчик, парень работящий, что несет и тащит, ну вообще, ну машина, ну кстати, мышцы тоже ни на что не влияют, там во взаимоотношениях с полами, неважно, ты дрыщ или ты качок, ты высокий или ты низкий, это не влияет, будет у тебя хорошо или плохо с девочками, все. Ну вот, просто в принципе, по крутости, что, ну такой чувак, вот если вот мы в животном мире, в мире альфа-самцов, вот в животном там мире альфа-самцов, как раз таки существуют, но он был бы бобылым, макакой, гориллой, точнее, первостепенно, и первостепенно, там первоочередно, и вот когда вот он там выехал, чтобы солнышко, чтобы не поджечь, потому что какая глупость поджигать солнце, да, и мы туда кинем вот такую вот тоже дополнительную систему, и вот там вот ба-бах, и чтобы подрыва не было, нужно будет через узелки протягивать, протягивать, протягивать. Там уже если разминирование только произойдет, соответственно, такой вот качок весь из себя, красавец, как говорится, умница, с волосами, ну, сами понимаете, с волосами у него там и косички, и все, а у нас вот тоже это ФСБ, если мы работаем на ФСБ, то это не значит, что как там это, кандибобер эта женщина говорила, в общем, мне еще приходится вот до чего унижаться, что я напокупал там 6 этих баллончиков там, ну, которые там увеличивают рост, зато потом, наоборот, волосы спадают, то есть перед смертью надышимся, вот все у нас тема смерти, тема смерти и так далее присутствует, сквозит. Сейчас, секундочку, называем, что видеомонтажом я заниматься терпеть не могу, поэтому немножко положу. В общем, качок, умник, красавец, вот времени нет вообще, но он нормально. Соответственно, и говорит, что у него проблемы с девушками, при всем при этом. Хотя, еще раз, это вот доказывает в очередной раз, что внешность значения не имеет. Мужская внешность для девушки значения не имеет. Ну, еще раз повторю, в первую очередь, в первую очередь, первостепенно, первую очередь. Потому что он охрененный по сути-то вот, все у него, он и умный, кстати, да, а с девушками, я думаю, что он, блядь, он еще и так выглядит, вот выглядит он явно моего возраста может быть даже меня моложе на годик там ему оказывается ё-моё ну тоже 20 лет только гораздо больше 29 лет легенда то есть он меня старше выглядит вашего вообще супер baby и он до сих пор к этому моменту был без пробега понимаете это же прекрасно вот так мы с ним мучаемся мы с ним мучиться 20 лет страдает без девушки без взаимной любви это извиняюсь мне что еще столько лет ждать таки такими темпами я точно не доживу за 29 лет чтобы без всего этого короче говоря и тут опять устой вот нефтемагнат и приморских лентяй но везунчики ядрит мадрит у них канальщики не такие популярные как у меня естественно ладно тихо они меня скоро обгонят и перегонят новое поколение я вас уверяю они сейчас такие бодрые стали в отличие вот я уже все я не могу часто видео снимать заколебали яндекс это архитектура вообще-то просто страшные вещи творятся страшные вещи творятся с этим там всякие стройки не стройки там как вы шортс видели там пилит все стоит секса сексуальный строитель этот шортс назвал дату вообще и вот ситуация приморского лентяя чуть меньше 1000 километров конечно же и килограмм подписчиков у него на тот момент было и написала одна девушка мне ее фотографии слили вам нет а мне к сожалению вам к сожалению нет а мне к сожалению да соответственно так могу сказать выглядит девчушечка неплохо лет ей ну скажу так вот 25 плюс ей 29 ей 25 плюс в принципе очень даже если говорить это тоже все вот а для нас для мальчиков грудь например не имеет значения женская огромная там или маленькая но у него такая вот какая-то нормальная грудь в принципе ну нормально и внешность в общем более-менее и главное что она сама проявила инициативу и такую гипер инициативу прям она еще и помимо того что ну история нефтемагната там его подписчица просто пригласила к себе не говоря о том что я тебе там буду оплачивать билеты содержать тебя а тут сверх богачка что ли потому что извиняюсь там из приморска лентяйская до его светлого города ну и на можно в конте питере живет там северо-запад по моему руси очень ладно не короче говоря там билетики на стоят мягко говоря не две тысячи и две с половиной тысячи рублей вот она всю эту ботву весь этот пикник карнавал весь ему еще и оплатила но перед этим как бы она ему сказала что я готова тебе все бабки отдать но если ты не хочешь ко мне хреначить ты подумай подумай фотки ты мы и знаешь наверняка по дискордику это пока его не заблокирует там в обход мы еще не умеет там или уже научились пообщались там посмотрели как вот нефтемагната не ложат по дискордику общался со своей пассивы как ее розла как все шутку вот конечно монтаж это страшная сила но пока без него кстати смотрим об вот не мое ко мне никакого отношения это этикетка не имеет сколько стоит короче говоря и он ну вы помните эту историю что даже голосование на канале проводил потом зачем-то все это удавил и видос анонсирующие голосования тоже пришлось выпилить что мол подписчики давайте вы мою судьбу решите хреначить девчоночки или все денежки себе у нее забрать и в общем-то ну заскабить по-честному но заскабить как ее зовут я понятия не имею тоже соответственно проголосовали мы все естественно за то чтобы он хреначил я даже видос снимал что был категорически против почему он сказал что отношение не хочет а если ты отношения в отличие от меня если человек который серьезно даже не хочет из-за мужчина если ты не хочешь серьезных отношений зачем тебе просто так к ней летать и голову ей морочить просто шоп листвует лишиться но это будет это блядство это же мудачество соответственно мы такие истории не уважаем но большинство подписчиков проголосовали что давай лети с ней но не хочешь отношения не напевать просто по потихоньки совершишь он зачем его матросить это получается он бы его матросил поиспользовал и бросил и улетел обратно в свой нязя петровск но соответственно тут он все таки видимо одумался наши видосы посмотрел в том числе и мой или привет тебе и удалил весь контент посвященный пассии этому голосованию пассии номер два поступать это уже его нефтемагнатовской и соответственно все начали о чем думать и нефтемагнат в том числе начал думать что епта чё за хрень кстати нефтемагнат первый на моем канале в телеграме помаячил в том формате написал в нашем чате кстати привет всем ребятам из чата я поймем ну давайте поймем так в порядке по алфавиту по алфавиту александр евгений метроном тут самые активные переписчики есть и остальные тоже не менее там red фарет и так далее потом из тоже курьер украины и так далее тоже супер ну короче нормальные ребята трушные телеки чтобы никого не та самая всех вопрос последний там я хренел что там под 300 я уже не вмешиваюсь сообщение в этом чате ну молодцы я читаю изучаю там этот у нас качается метроном санек там это нормально тоже все очень молодцы молодцы хлопцы и же я тоже там этот вам в к знакомствах там но он из белоруссии соответственно действия там уже какие-то проистекает но пока не пойми кто там он говорит лайкает его а этот все выпиваются метрономчик тут у меня то тут я 120 живу тут меня какие телочки красивые лайкаются потому что вроде девушка он был из питера сейчас он уже не в питере а в нижнем новгороде а саня с удаленщиками и сам вроде как удаленщик из икб сами тоже из икб как и даниил нефтемагнат александр никогда пока и в общем я ты понимаешь у меня не был у нас с тобой все состоится все соответственно ладно все не отвлекаемся хватит короче говоря с ним с этими снизу ты не давили скими естественно работа будет поехали дальше и удалил все наш товарищ приморский лентяй ска посвященная же же жимки ему уж думали ё-моё так что ли получается все не будет развития истории не будет он к ней не полетит он даже деньги не забрал может быть это вообще обман оказался кстати кто мне фотки слил и кто я сейчас не буду шпалить она чтобы быстро не догадались первый первоисточник ну короче я тоже привет все я не скажу кто это какого пола это существовать я тоже привет все свои везде свои люди как говорится соответственно дальше поехали мне девка там нормально у него это ну и все думали что это тоже скарм скам с камера и ничего не произошло нафиг он все удалил и тут выкатывает череду стримов ничего толком он не снимал и тут выкатывает череду стримов товарищ наш бравый приморский лентяй ёпта что происходит и там стримы звездец долгие у меня просто к сожалению нет такого времени чтобы все это досконально изучать но у нас там есть моментики фрагменте где что и мы изучили ситуацию где он проболтался что все таки и девчоночки то он прилетел улетел прилетел и соответственно соответственно все у них там завязалось все у них классно потрахались извиняюсь в общем то отношения даже возможно у них уже все конкретно не хотела отношения не хотел голову морочки и мира тоже не хотел и в итоге в общем накрыла на его это хорошо надеюсь что под крылом и и долго все у них хорошо совета любовь скоро дети скоро уже замужество женатство и все этом духе я надеюсь потому что ну как вот у нас бессмертных отношений без детей я так подозреваю что приморский лентяй детей не хочет но в принципе но достаточно тяжелая ситуация там родственная шуме как у меня все время бухает там какой-нибудь там родственник но у меня отец как вы знаете что у меня там есть даже фотки где он там пьяный валяется у нас там в офисе это но это это страшно конечно пью пьющие в семье я живу напомню с собаками с отцом раз он пьет там по неску раз в неделю в общем он мучает все деньги это забирает пробивает и вместо того чтобы работать зарабатывать он пьет мне вот сейчас ну что с таким басе это обуза я ему и будем узги промываю в этом плане что хватит 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 метра из-за таблеток пока пить нельзя я от завязки ремень там завязали как это называется на шее ремень естественно за удавку ну что что делать приходится мучиться с такой ключевой ставкой вчера слышали 21 центральный банк на заседание все равно принял ставку повысил на два ключевых пункта ну что вы что с ума сошли а как кредиты а как ипотеки а как вообще жить на этом свете поэтому ремень только поэтому ремень ну короче говоря блин вы представляете как везет людям и они в это везение еще и как бы они его обесценивают еще раз обесценивают то есть даниилу девчоночка ну какая у него история в тысячи раз повторять не буду что там произошло и девка такая охраненная оказалась суперская вы видели ее фото и фотки видео и к товарищу тоже поцеловала его получается в лобик судьба редко-редко я не твоя подруга детка вообще везет ребятам многим везет просто везет все самая глупая вот не то что не будем глупая ну по-другому как нибудь самая мудацкая это блять когда вам так везет а вы еще и говорите что а вы еще иной тебе вам сука так везет а вы еще иной тебе вы охуели вы хотели чтобы вам везло еще в тысячи раз больше чем нам вам и так везет миллиард больше а вам еще больше чем это миллиарду мы помноженное на тысячу помноженное на вечность того что ребята блять надо как-то это астрадис вы я вот продолжаю как бы ну борьба идет майн-камп все такое все это вроде запрещено российской федерации соответственно что дальше туда по этим знакомством в к и прочим знакомством мама пью очень пил так увеличил подписку голову что я уже это не потяну пока у меня с сайтами знакомств все отвратительно и шина я хотел бы рад бы вам поделиться историей чтобы у меня вот тут справа какая-нибудь девчонка стояла и прыгала даже джай на видео было бы вау вау и опа это вообще что отсюда куда 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 дальше дальше вот соответственно вот так так не совета любовь но расстояние большую надеюсь что мы все-таки останется там сниму хотя родственников тоже называть поэтому пусть в эту в деревню глубокую в приморскую он девчоночку у нее там будут ретриты и так далее кимоно ну очень музейные ситуации поэтому оставим и оставим и чтобы желательно тоже пожелаем чтобы советует продолжение истории чтобы сопоставить все нормально с работой вот он уже в яндекс вы тебе по моей ссылке устраиваться а второму второму ну и все по сути этот вопрос и капкасе дальше уже с машинками не с машинками но там муки машин это тоже муки и страдания яндекс этот ну про бабушку и так далее но этот контент у меня уже снял как меня там в этом салоне обманывали нагревали тоже пытались с камерой за скальнике уже почти за скальнили там и семерку можно тоже в салоне купить сами понимаете там же не только rolls-royce и кулина на этом продаются вот я вот позавчера видел там сопровождение глинтвагеновская я такой с яндекс сумкой а все давайте с вами был александр кузьмин называем своими действия ставить лайки дизлайки комментировать подписываться на этот канал есть говорят о право